С вами Андрей, мы продолжаем рыцарь бумаги пира третьей части. Собственно, у нас ежедневные награды, которые нам выдают. Указ, какие ежедневные? Ежедневный и ежечасный. Собственно, ежедневный вход. Нам отдали сумбук. Сейчас посмотрим, что из сумбук. Да, выпала серая броня, она бесполезна, которая угадала в обмор. Эх, как право за сфот но тем в協 objeto. Не верят, пока. Эх, как правило, как раз перейдти. Эх, как правило, еще раз. Другие? Другие? Ну, а вот земли попросту. Эх, мы с целью, не осуществлю. Эх, мы с целью перемешать. Это у меня есть книжки на скиллы, которые помогают нам вращать скиллы. Личные книжки до 1 уровня. Все правильно. Лучше просто на хранение на склад. В принципе, можно использовать сейчас. Собственно, у меня персонажи это Варф, Клерик, Рога, Шаман и Паладин. Вот, собственно. Я в большинстве случаев, ну, в основном, в синей киперовке. У меня получается синяя бронитная броня. Я из креста получаю синий молот и синий щит. Я тоже из креста получаю. Собственно, зелененькая броня. И вот, как можно, пейнчь и пейнчь и зелененькая броня. Вроде, кристика. Тейвы плакарно, но, на самом деле, она не нужна. Вроде, конечно, а вороняшка. Так, как просто. Крест урон их и, вот, кристика. патру и можно поминировать виду энергии. Ну, собственно, две вещи. Это зеленый педротик и, собственно, 15-й кафеток. Синий, который я смог любить. Я признал по квесту. Плат-армор, ну, собственно, зелененький. Синий посох с одной ячейкой и, собственно, 15-й щит зелененький. Синий доспех, синий молот и, собственно, синий щит. Паладин экипированный весь в урон у меня. Здесь это все такие вещи. Получается, клерик экипированный в основном в защиту. Кроме первого, это у нас рота, так называемое понижение инфрацина, длиение, можно так сказать. Рога весь в урон у меня. У клерика... Сейчас у нас там будет шаман. У шамана, он и клерика. У клерика у меня мак-соцветы. У него нет. У нас не максимум получать полкасты. У него нет. У него нет. У него нет. У него нет. У него есть она будет шаман. У него нет. У него есть шаман. И кто не пойдет. Вот. А по квестам я вам рассказать. Собственно, я в данный момент покажу сейчас. Вот. Вот, как называемый золотой на городе, это для локации. Золотой на городе очень сильно познавляет вам ресурсы. Смотрите. Здесь, ну, как бы ничего полезного нет. Да? Обратите внимание, первый, например, квест на свиток у вас постепенный. И больше тут никаких, как раз, предметов нету. Мы просто берем, переходим за сильнюю локацию за 500 монет. И когда мы вернемся на предыдущую локацию, она обновится. Смотрим, что здесь. Как видите, тут, в принципе, тоже ничего нету. Такая вау. Мы возвращаемся на предыдущую локацию в город. И смотрим, как обновились плоти. Ну, где-то пистец. Здесь еще, конечно. Таким, кто... Так, я вообще рекомендую формить золото или, собственно, золото. Ну, вот так вот, у нас для локации не ходит, пока вы не ведете крест на синий, или синий, зеленый, на армию. Как видите, внимание, нужно убить 3 золби, и вы получите синий кингал. Ну, на самом деле, и вот зелененький доспех. То есть, нужно просто 4 авокадов в месте. Нужно любить их. В той локации, которую он показывает, вы можете их из любого места достать, авокадов. Но факт в том, что он был в одном месте. Ну, у меня вот этот кинжальчик есть, поэтому для меня он бесполезен. Ну, я вам просто показываю, собственно, как... Что касаемо золота, ну, золота за квесты идет очень-очень много. Поэтому особо можно не заморачиваться в этом вопросе. Вот единственное, что стоит отметить. Стоит брать квест на соседнюю с вами локацию, на защиту. Например, он называется Слун, как и так. А вот, на него, собственно, стоит брать. Вот обратите внимание, это. Вот обратите внимание, защита. Квест на забит. Мы наберем, он просидит брать. Ну, квест на хроня. Попробуем, наверное, подвискаем. Побочный квест, он не особо будет интересен. Наберем на защиту. Прямо 500 монет. Проходит бой. На большинстве случаев это один-два врага, не больше. По крайней мере, на моем уровне у меня 30-й на персонале. 28-й, 29-й, 31-й, 30-й и 28-й. Что-то на нашей удаче просто свалить рыбу. Рыба, на первые ходы она просто кидает понижение арбата. На самом деле, это смешно, но рыба нам, по сути, ничего не сделает. Паладин кинул на нее станы, сейчас рога ее просто добьет. Рога ее добил, у него с крита 4-700 удар. Ну, то есть, у рыбы не было шансов, у нее там около 2000 рп. Вот, собственно, обратите внимание, сколько мы получили золота. У нас сейчас 324 тысячи. Мы получили 8000 чисто за этот квест. Я так думаю, что, скорее всего, из-за того, что на клерике висит золото, либо я что-то не занимаюсь. Нужно загрузить, собственно, на ремарсе. У нас два одиннадцати таких присутствий. Две одиннадцати книги нужно определить, что дальше качать. Как сказала, практика скилл была из-бесполезен. Ну, не работает, так скажем. Ну, хил неплохо, то есть только через дождь убирать. Потому что это получается, чем больше врагов у вас, тем более эффективнее даже. Это чистое лечение в одной цели. Крайне эффективно, если цель в углу находится. Астральный план это вообще имба. Цель, по сути, неуязвима. Единственное, ее можно пробить только с плэшом магии. Ударом по всем. А это передвигается цель по ветке. Это полезный скилл. Наверное, стоит качать паладину. Молот, из-за того, чтобы просто очень быстрее разбирать цели. Либо качать в гортауру, что, наверное, лучше будет всего. В гортауру на тридцать семь стулоном. Ну, и там все периодически пользуются. Единственное, тут минус пять. Цель не всегда пробивается. Ну, все-таки. Вот сколько там. Правильно. По классу, собственно, у меня стоит человек воин и профессор. А тут у меня стоит человек воин и профессор. В общем, в целом, кто-то пробует. Он отдает нам 10% за квеста. Рога, это у меня эльф. Татуировщица. Ну, собственно, Рога, татуировщица, эльф. Шаман. Человек. Констебль. На паладину у меня кузнец-человек. На самом деле, там можно и выбрать и другое что-то. Ну, при этом самому я все-то решил, что 50% бонус. По чинке она интересно смотрится. Ну, посмотрим, что там есть у нас обновился на что-то. Здесь в магазине, как вы видите, у меня девятый. Посмотрите, мани у нас меньше двенадцать. То есть, в принципе, ее можно было выкопить. Давайте возьмем. Это нит, это баф спелл-пауэра у ваших магов. Если вы играете за магов, вы его все-таки будете брать, поэтому, например, отдать ему не будет. Но ему не нужно. Например, шаману отдать. Давайте посмотрим, насколько спелл-пауэр у него повысился. Он сейчас спелл-пауэра 326. Перебиваем. 428. Вот видите, спелл-пауэр растет. Если растет спелл-пауэр, значит, он будет сильнее лечить. Потому что класс магический, поэтому он более эффективен именно в лечении. Давайте конфету выкинем. Она квестовая, в большинстве случаев бывает. Что касаемо фокуса, в принципе, это учитывая то, что это второй уровень. И его в теории можно отдать кому-нибудь другому. Давайте посмотрим, кому-нибудь отдать. Это первый уровень. Вот такой вариант можно поменять местами. Первый уровень, например, щепить. Войн стоит на хорпе и не провоцируется. Можно так сказать, что есть шанс того, что вы затаргиваете цинку. А ММТ встан, он не работает, потому что мы в одном из липусках, и в итоге нас нашего панка застанет. Поэтому ММТ встан не работает. Ну, а так, если можно, рано липус здесь работает. По-самому, бесполезно. Он щепы не смеваемый бросок. Поэтому этот фокус, по сути, бесполезный на его щепы. А у нас также открытность этих классов. Проблема Хантер, лич и маг. Проблема этих классов в том, что, когда вы за них не играете, у них все навыки сбрасываются. Вот, например, у меня был маг прокачан. Как вы помните, в самом начале я играл именно за мага. У него все скиллы просто сбросились сейчас. Прокачать скиллы, конечно, это не проблема. Важнее уровень у них игрок, но все равно обидно просто. На высоту туда положили, они просто потеряли весьма. Также, когда я поменял классы, у меня робот перестал быть поваром, что очень-очень плохо. А оказывается, у нас повар почему-то еще до сих пор не открыт. И поэтому, как-то я поменял. Вот это внимание, внимание. Ковар, он вообще не сам чувствует. А ведь, по идее, ковар должен присутствовать в игре, но у меня он присутствует, потому что я с ранним игроксом играл. И из-за этого у меня он откатился. На самом деле, было очень много видео. Повар это действительно полезная профессия, которая иногда бахнет, иногда лечит, иногда золото, иногда снимает дебафы. На самом деле, полезная профессия. Понятное дело, что она рандомная, но как-то с фактом полезная профессия. Ладно, давайте пробежимся по сюжету. Собственно, я думаю, с золотом вы плюс-минус посмотрите. Нужно убить четырех гоблинов, и вы получите ледяную арбу. Давайте так и сделаем. Либо вот, собственно, серый щит. Ну, серый щит я бы не рекомендовал. Давайте пробьем гоблинов. Взяли квест на гоблинов. Давайте убедим. Мы с направляем, потому что нам придется вернуться в этот город, за то, что нам засчитали квест на гоблинов. Собственно, нам нужно идти к стрелу гоблинов. Ну, гоблинов в больших случаях вот здесь вот переселить. Гоблинов в арчерах не считаются. Давайте соберем эту компанию. У нас, собственно, один из этих гоблинов. В больших случаях у нас инициатива первая. И самая скорость есть. И для общей гоблинов в первую очередь собирать, конечно, либо тролли, либо арчеров, потому что они самые опасные для этой компаски. Ну, собственно, мы не всех забрали. Здесь ни одного гоблина нету. В идеале самый простой способ, конечно, поискать их в лесу гоблинов. Но, опять же, не всегда они там бывают. В вашем стартовом лесу, в который вы только-только приползли, вот обратите внимание, тут два гоблина. То есть нам останется еще один гоблин найти, чтобы нам закрыть квест. Рога ходит первой, поэтому мы пошли чуть-чуть. Я попробую не почувствовать. От локации зависит хп мобов. Чем дальше локация от ваших стартовых, тем она более... Скажем, подступают в гоблины... Ну... В ваших прогулках их больше. Ну... Ну... Честно, не начало. Он серый для нас будет полезен. И вот, как вы понимаете, цветы типировки идут серый, зеленый, синий, фиолетовый и оранжевый. Вот. Ну, в наш случае у нас пока синий типировка. Нам нужен еще один гоблин. Вот. Собственно, тут три гоблина. Как раз их хватит, чтобы мы получили единую сферу. А что касаемо сфер... Я, наверное, соберу потом отдельное... Видео для того, чтобы вам плюс-минусами... Вы имели представление, что каждая сфера из себя представляет. В начале, как все, всего три сферы. Это огонь, высасывание и холод. И вот их комбинации дают... Собственно, разные эффекты. Возвращаемся, все-таки забираем свою сферу. И кладем ее, собственно, в наш... И на наш склад для того, чтобы... Вот мы забрали сферу. Проблема в наш склад. Она не стала сухой. И сразу эта зеленая сферка поставлена в крайне-реку. В крайне-реку, в крайне-реку. И вот, как нам нравится... У нас тут немножко сфер накопилось. если быть точным при одном из них осасывали поднимем покрышки не будем отвлекаться хотя вот этот вот вот этот сон кидает на цель тринька на самом деле по сну честно говоря сомнительная тринька можно кстати зацепить и лес заодно а без курс нам по дороге будет идти заду нам некоторые монеты а тут самый сильный конечно же это центральная мошка но больше супа ну а самые мерзкие конечно мальчик и и но и и и и и и и не даем походить ногу бьем молотом для того, чтобы он нанес урон урон 2000, то есть у них не было шансов то есть по сути паладин мог всех забрать нужно было разгонять паладина, видимо на самом деле паладин чем хорош, он добивает цели, но опять же там все действует урон вот например у нас урон тут 970 у паладина, у молота, был бы урон чуть ниже соответственно мы бы не смогли расщепим мне нужную экипировку, чтобы мне не мешало двигаемся дальше по основному квесту ну вот собственно наш основной квест, мы берем его и мы вырошем плюс минус интересный момент, когда вы должны продвигаться по карте как вы помните в прошлой серии на нас нападали отражатели вместе с бараном то есть это так называемый самый главный отражателей которые если его причем нужно этого барана убивать последнюю очередь потому что он за счет присутствия в команде отражатели он если вы будете бить его очень много урона получите собственно серикен зеленый бесполезный мухомор который весьма по квесту уйдет ну вот эти серикен у нас рассчитывать по крайней мере мы зеленые сливочные валюты может и наши срочные начнем нас спрашивают куда что мы хотим выбрать может быть что там с этого сливки давайте выберем две варианты и сейчас получим багаж деревни вот пришли в деревню и завершили крест получили сюрикен и получили мухомора а сам берет эту мухомору и так далее сколько же взять с собой книжка кстати но она седьмая для нас она бесполезная давайте расщепим сюрикен у кузнеца для того чтобы он нам не мешался кстати нам их два даже дали а эти же мухоморы просто и 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 вот про этого барана я говорю сейчас с левой стороны барана нужно класть по студии возле 10 номер он сейчас его нужно класть по студии возле, потому что этот баран вам просто очень уморозит сами отражатели бесполезные потому что они ну по сути вам нихрена не сделают но они бьют по площади и если вы будете самих отражателей бить, то есть поэтому кастуем гард ауру зеркало бафаются на 30-й уровень, а все же жирные ребята, вес план 1000, но это дохрена но рога в большинстве случаев кладет всю эту компашку, поэтому вроде все равно, давайте срезаем баран-то хайо, на самом деле баран ничем особо не примечательный, просто ничем не создание, которое пытается там 50-й построить, он соло бесполезный, потому что, ну, игрок вовсе, но у него очень сложный костюм блэс, на нас дебавки дать будет только центральный экран, поэтому для нас в принципе бесполезный он, давайте убьем его, мы его убили, но и нам еще отражение пихнули костюм на танкозащиту, а для того, чтобы он меньше урона получал зеркало бьет нашего паладина давайте роге дадим уклонение или криты, для того, чтобы он просто семейно бил, но сейчас криты урона 2 тысячи, то есть, что вы понимали, то есть, это скорее всего будет 3, почему у них нет шансов порога, порога скорее всего большинство уже франшотов, ну, не шеститысячная, конечно, да, у нас дурон 4 тысячи, а, мы имеем дальше 6 половин у них теорий отражателей сейчас 6 половин давайте подъем его зеркала, потому что он не расслаблялся на отражателе, конечно, такое, если удовольствие идет, но нам множество надо зеркального убить а сквозь зеркало пробить можно, без проблем давайте дадим массагр, их 3 цели осталось, массагр как раз ровно на 3 цели идет рога срезает ближайшего как вы видели, урон получил, это потому что у роги бесит подобилка я, собственно, дал ему так называемые руны, которые наносят урон после убийства цели очень полезная подобилка как вы видите, отражение очень мерзкое из-за того, что оно бьет всех то есть, оно, вы ударили одного танк переодеревал на себя тем самым ударил, ударил точно из себя вот смотрите, видимо, ударили не, по-моему, даже уровень не прошел видимо, отражение на себя у него работало два тысяча и три с половиной два с паровым молотом добить мы ему не добили у него 900 осталось 800 осталось молот, защита оказалась сильнее на слабых врагов просто очень сильно работает эта способность на сильных врагов, конечно же, она очень слабенько работает убили эту ядовитую шупакабру отражающую у него осталось две тысячи, на самом деле он очень слабый ему можно дать роте, мы ему дали роте давайте посмотрим сколько у него хп осталось а, ну мы должны посмотреть роте просто понижает, допустим, в два раза хп то есть если у него было много хп, у него станет в несколько раз меньше и чем выше уровень триньки, которые у вас происходят, тем больше эффективности и чем выше уровень триньки понятно, что много-много бикселей в течение роте, но это было ржавно но проблема в том, что нам в течении библиоте они не менее вещи бесполезны потому что постоянно текущих нит они бесполезны, они седьмого класса для нас они бесполезны у нас два предмета на акне давайте вот эти более-таки синие вещи в любом случае лучше что касаемо максимальном уровне предметов Максимальный уровень предметов у нас получается 10 уровень щита, это максимальный, 15 уровень максимальный у зеленых предметов, щит у нас серый, зеленый получается 15 уровень, на синих я пока не докончался, но я так думаю, они по такой же тенденции, в районе 20 уровень будет максимальный, плюс у них характеристики еще. Аквамарий не полезен, по тату тем более, но у нас особо вариантов нету, поэтому мы бьем класть, серого мага мы загибали уже, они не на смешности, они так нас не оставляют, на самом деле это смешно, мы серого мага в двух липостасах убили, в форме лича и форме личинки, и оно все равно вас преследует, ну просто смешно. А что касаемо этой скользкостики, у нас здесь 3 уровня, у нас склянка выше, поэтому мы ее только расщепляем, у нас здесь, по сути она бесполезна. Что касаемо потаток, я просто не буду, потому что она не всегда нужна, и по всем квестам, но она нужна по квестам, и вам за вот это потата, картошечку, вам могут дать очень ценные предметы, которые необходимы для вашего уровня для прокачки дальше. Собственно видим, у нас тут синее кольцо, оно повышает деф, но в целом неплохо, но для нас она почти бесполезна. Если мы не обновляемся, как мы видим, давайте заберем сейчас синее кольцо, по возможности постараемся. Деф, в принципе, так все неплохое, давайте на что-то танку его обновляем. Ну, там-то на футе кольцо его, нет, у него хоть 100, и тут 2000, вы не сами понимаете, что ему это кольцо на деф плохо живет. Не, ну оно в целом неплохое, деф на кольцо, но оно, если только кому-то прям очень сильно деф не плохое, тогда да, а так, для нас оно бесполезно. Двигаемся дальше, тут, как дают склянку, нам нужно будет как-то переместиться, давайте прокатимся, посмотрим, допустим, что зерия отдадут. Возможно, новые локации у нас есть. Ну, собственно, у нас спрашивают, как будет переместиться. Давайте выберем первый ряд, мы не будем особо. Заморачиваться, у нас отправили опять вот эти дворцы вверх, чтобы мы не поменялись. Двигаемся вот эти дворцы вверх. Нам, собственно, не завершили, мы приближали из двух двор, там, далее. Вот, наверное, склянку нахопаем. Вот, наверное, мы будем спасти, кстати, от недорого. И плюс вам придут книжку на себе. Семьяк теперь у меня бесполезен. Но это посмотрим остальные. А тут даже есть полезный, например, тот же свиток, он и более полезен. Давайте все равно по квесту пробежим. У нас какие-то с нами пытаются поговорить сущность какая-то. Ничем особо не замечательная. Опять отражатели напали. Как же они утомили, да? У нас два барана в этот раз. Давайте посмотрим их приве сначала. Ну, они потолще, кстати, или 700 уже. Ну, опять же, бараны, влахники бараны. И все равно, насколько замечательные. Поэтому, в первую очередь, надо класть мелкого. Потому что он просто больше всего. Ну, как сказать, не больше всех. Но он просто самый безопасный. Рога бафлится на крест. Чтобы он просто, как вы помните, у нас там 9-10 сегмента. Поэтому, я думаю, рога будет легче. Здесь шансов нет. Учитывая то, что клип на 3 хода бафлится, то мы просто разберем большинство врагов здесь. Ну, две с половиной тысячи, конечно, многовато. Вот, собственно, баран походил. Сейчас, поход, половин даст гард. Это, наверное, защита от этого барана. Как вы видите, они очень больно бьют центр. Ну, видимо, сейчас будет клерик лечить их. Мы, кстати, шамана слили. Поднимаем шамана. Наш шаман лечит себя и других, по возможности. Рога начинает вылезать. Это князь. Минус 1, минус 2. Даем им слабость, он минус 27, но это, конечно, мы проехали в копейку. Отпускаем бифа танка. Даем еще два. Станк нужно будет... Нам нужно идти с прочной центральной днём. Восстановили себе немножко нависитой силы. Включились. Рога срезают этого отражателя. Здесь еще удар. Срезали. Вроде остался последний ход. Танк бафается на защиту. Он бьет по площади, но удар мы выдержали. Под слабостью. Даем гард. То, чтобы массовый удар держать. Опять же удар выдержали. А в принципе можно уже начинать раздамаживать. Переписничек. А хотя надо один разок ударить, чтобы остановить маму и вашим ребятам. Клорик у нас этим обычно занимается. Даем дождь. И Рога срезает, собственно, кабанчика. Минус кабанчика. Остался один кабанчик. И Рога затылся из криты. Нам нужно бафнуть всё на криты будет. Ссадили на этот кабанат. Дадим ему штанпа вовнутрь. И старт, чтобы его сработал. И начинаем раздамаживать слабость. Просто накидывая на него слабость. Тем самым этот кабанчик будет потихонечку купить. Также пытаемся кинуть в Роге. Рогов в теории должен его сдуть. У него там 2000 хп осталось. Да. Я Рога кританул. Минус 5000 хп практически кабанчика. То есть он единственный. Он мне в самом начале раунда. То есть я даже ничего не успел сделать. У меня он сбыл шамана. Шаману нужно потолще немножко брить. Акломарин сейчас расщепляем. Нига новичка убираем. Как классно. Воскрешаем шаману 4500. Рога 32-й уровень. Минус. У нас что-то там были. Да у нас маркетинг. Какое-то последовательное маркетинг. Теперь он бесплатный филер на 1000 для всего. Ну собственно нам предлагают деньги взятию. Двину на 12. И на 12. Какая-то увеличить вашу моническую силу. Ну, то есть, не маническую силу, количество вашей магии. На самом деле, вид бесполезная, они не интересны. То есть, вам прям очень не хватают ноги, тогда ее можно тоже взять. Это расщепим эти два кристалла, где они же валяются. Они два синие, два синие. Два этих синих кристалла дают магию. Книга зеленая была более эффективна, так. Так, мы убираем их просто. Они дают 20 тысяч опыта. Кстати, моя книга, как я говорю, бесполезна. У нас книги, нам нужны 11+. Поэтому текущие книги для нас бесполезны. Посмотрим, как вы вылезли. Видите, у нас еще 3 часа. Вот, собственно, сердце, оно на 3 уровне, бесполезное. Но, как вариант, уже можно было бы поменять. Сейчас там было. Аккумские синих. Ничего себе полезного больше нету. Давай, я не могу. Где-нибудь был вера, пара, как-то, да, есть. Давайте, вернем. Нам лет-то лет надо идти. Нам открыли новый локацию. За 8000 зеленые береги. Посмотрим, должно, что там за моба. Не-ка, что там за моба. С 8000, это что-то неиноват. Пляжный берег, посмотрим, что за моба. Гновы какие-то, 29. Ну, честно говоря, много слабовато здесь. Вот, кроме вот этого. Но, опять же, в принципе, они сдохленькие все. Поэтому, я думаю, без проблем мы их тут спрессуем. Что касаемо текущей тыщи, ну, она слабоватая кожа. У нас, чтобы вы понимали, опять эта эссенция серого мага с нами разговаривает. На самом деле, серый маг никак сдохнуть не может. Мы его бажды убивали, но он почему-то никак сдохнет не может. И, собственно, победили его и получили, собственно, вот это сердце несчастное кровавое. Ну, что там написано, кровавый камень, но, по сути, это сердце для нас бесполезно. Так же получили банки, банки антреста, вот это, что это, что это, где мы складываем. А сколько с вами сердце, мы просто расшифряем, и на тысячу, что там, что будем, мы их делаем. Если кто-то хотят, или это нам. Ковы, конечно, очень удобно, но и оберега, что это бесполезно. Посмотрим, что на танце можно отдать. Две четыреста, либо пятьсот. Ну, конечно, отдаем ему. Пусть это будет. Вместе стана, я думаю, отдаем ему еще тысячу. Стан убираем. Ну, потому что непонятно. Проблема этого стана в том, что там написан иммунитет, как вы видите, да, практически. Но вот этот практически иммунитет непонятно, сколько процентов работает. Поэтому в этом вопросе бесполезная тренька. Это, по сути, как сопротивление, но оно непонятно, как работает. То есть, наш с первого уже удара застанели. То есть, бесполезно у нас пудренька. Что касаемо 500 кп, но в целом неплохо, но здесь тем лучше, поэтому я думаю, мы ее расщепляем. Расщепляем, собственно, кристалл, где она сейчас расщепит. А, у нас кристалл. Это вторая норма, то есть в теории нам нужно расщепить, которые мы видим, а критерия у нас ставит. И вот так вот. Давайте, дадим его из наших приспешностей. Вот так вот. А, собственно, мы видим, что это шпаклоска, он нам говорят, что нам увеличит скорость. Морна, санга, он несполезный, он третий выронил, у нас он несполезный. Это, собственно, граната какая-то. В общем, ничем она особо не примечательна, единственное, у нее очень мало урона, у этой гранаты. То есть, чтобы вам всех убить, как тут написано, вам нужно какие-нибудь мелочи пытаться их убить. Либо кидать гранату в тот момент, когда все там, ну, там, меньше 100 хп штук, ну, тогда гранаты, с гранатой есть достижение. Ну, вот этот набор бесполезен для нас, скорость плюс 34, это слишком мало. А, чтобы вы понимали, скорость плюс 34, ну, это вообще не о чем. Давайте выберем первый вариант. Сейчас пойдем, скажем, если биллтауэр, биллтауэр у нас все равно. Первое место, где можно было бы пофармить. А почему? Потому что там новый дот 1000 хп, и они высокоуровневые, то есть, там, они 10 плюс или. Поэтому их очень-очень удобно фармить. Давайте расщепим это, так называемое, увеличение скорости, где оно у нас здесь валяется. Вот оно. Но они две синие, для нас они бесполезны. Почему? Потому что они, во-первых, четвертого уровня, точнее, или третьего. Факт, ну, что они там 30 скорости дают. Да, 30 скорости может погоду сделать, но тут система идет через одно место. То есть, скорость, вы должны очень-очень сильно опережать врагов, чтобы они вам выдали первую скорость. Если вам покажу, какая у моего персонажа скорость, что вы не вы представляете. Вот вы, смотрите, у моего персонажа у танка. Скорость 185, на самом деле, это мало. У меня, в основном, первый поле в Клёре, от этого большинства, большинство боев, у него скорость 500. Уродный скорость 400, как вы видите. Как вы видите, как вы видите, в этот парадный коробок. И 460-то шамана. А у Паладина, собственно, скорость 207. Ну, то есть, вы понимаете, что центр ходит первый, а остальные все, получается, не дотягивающие до центра. И вот сейчас посмотрим в бою, как это будет работать. На самом деле, колокольчик интересный. А вот этот колокольчик для нас будет имбалансный. В любом случае, нам надо будет его использовать. Посмотрим, насколько он сильно урон будет давать. Но, опять же, если, опять же, рандомная хренотлетина будет, по принципу, захотел навесить, захотел ненавесить, то это бесполезно, колокольчик. А если вот именно дает, когда нужно, то он будет очень полезен. Давайте посмотрим. Ну, вообще, там быстрее всего, наверное, не будет. А вот этот колокольчик нужно высокоуровать, хотя бы на уровне 9. Вот у нас, по крайней мере, в данном уровне, уровень магазина, где-то на странице для полуфейности. Так, нам бы хотя бы он не объявится, но, опять же, колокольчик, наверное, вполне полезен. Давайте его отбойдем, не знаю, на миду шамана, посмотрим, какой-то уровень. И посмотрим, что у нас ротой лучше, потому что он геет по эфирам. И посмотрим, заодно спатываются ли колокольчики, а пока их и берем, которые берем, собственно. Крупты несчастные и зеркала. Зеркала-квестовые предметы, их стоит складировать, потому что за них можно хороший предмет получить. Хотя нет, лучше, наверное, не тестировать сейчас эти колокольчики, а тестировать в каком-то рандомном бою. Давайте рандомные бои, собственно. Давайте побольше наоборот, чтобы 100% протестировать. Я надеюсь, шаман будет второй бой. Я надеюсь, он сможет протестировать. Берем пожирнее отец. Цель, ну, 900 кмп, я думаю, нормально будет. Убрали. Ходит шаман, давайте посмотрим. Чель, 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 чель. Заложен. Нет, видите, тут, опять же, эффект рандомный. То есть он говорит, хочу сработаю, хочу сработаю. На самом деле бесполезно, наверное, чем. Но он эффективнее, например, если дать его роге. Рога его просто за пару секунд раскастает по всем, особенно, если у него это сработает. Он его раскастает по всем. Для нас это будет очень очень полезно. Дали книгу, склянку и еще что-то. Книгу у нас клеят в 5-й уровне, это полезная склянка, она 1-й уровне. Все-таки давайте возьмем лучше роте. Так называемая ржавость, она для нас более приоритетная будет. Поэтому не будем, я сам сильно заморачиваться. Эти колокольчики просто выкинем. Ну, потому что, ну, да, нанесет он там 10 минсурун, а, ну, во-первых, колокольчики 1-го уровня, а нам от них толку будет мало, из-за того, что они просто 1-го уровня. А, во-вторых, ну, смысл, да, если они там сколько-то минсурун и кровотока нанесут, то текущий урон-то неплохо, но, опять же, шаман понижение в 2 раза меньше у цели. Ну, не в 2 раза, там, конечно, чуть меньше, но так в том, что, то есть, там примерно идет 13 умножь до 50, примерно одна цифра это 50 круток, то это где-то на 600 круток, а нижнее это, ну, еще не более кучу. То есть, он не может, да, не всегда. Может, x2, то есть, на 26 сделать. Не знаю, с чем это связано, я только не понял до конца всю эту механику, но по-вторых, что... Вы видите, захочешь, что они сейчас-то. Они 1-го уровня, они бесполезны. Да, они 10 минсурун, но если я правильно помню, 10 кровотечений для нас будет бесполезно. Плат-армор прокачался. Он на энергию, кому-то чуть больше энергии будет. На самом деле, что касаемо энергии, эффективнее, конечно, своих персонажей вкачать именно с защитой. Ну, склянка на 3 тысячи пп. Ну, в целом, не 2 краски, а? Давайте возьмем 23 уровня. Опять это сущный с нами разговаривает. Обратите внимание на их уровень. Я почувствую уровень, у них там вообще где-то пластик. У нас вне мосты не могут облинуть по скорости, потому что на скорость выше. Ну, тут как один баран. Ну, тут где-то 2 700 в принципе. А вы обратите внимание на хп-кабана. 9 700! Ну, это просто фиг. Ха-ха-ха! И, блин, тут... 9 700, конечно, лучше. Ну, да. А что, вы понимали, это прямо дохренеть. Ну, видимо, кабан будет квасаться в пяске последним, потому что у нас слишком много хп. И нам будет просто некомпортно его убить. Давайте дадим сюда урон. Хотя это, как вы видите, копейки. У них три зеркала. Ну, нафига ты, блин. Даем гард. Паладин не успеет походить. Ну, сейчас он седьмой страдет, он дает гард массу. Ждем массу урона. Далее нанесет слабость. Как же дай у меня, я тебе это хоть. Видели, да? Сквозь ловкость пробила. Срезаем эту мелочь. Сама милючика. Это добивает зеркало. Добивает зеркало. Танк, в принципе, может погреть. При ударе мы выдержим. Поэтому танк может падать при цели осталось. Сейчас танк может уже не выдержать. Потому что с него защита практически упала. Удар тысяча, в принципе, дыхловатенький. Но, опять же, видите, это отражатель несчастный. Давайте срежем отражателя. Минус два. Остался один, этот, кабан. Давайте полежим свою фигу. Бьет. Магия восстановилась. Сейчас все. Какой, нормально? Защита. Попробуем дать стан кабану. Стан прошел. У нас есть один раунд еще. Давайте зарубим. И у нас чуть-чуть. Коротая их работала. Даем им склад. И там тоже для этого склад. Попробуем дать дать. И 600 вряд ли не получится. На нем просто стан, попробуем сейчас. Стан не сработает. Ну и рога просто добивает ядом. В идеале на жирных целях кидать яд. Это для того, чтобы они просто там не пытались ничего вам сделать. А когда они будут пытаться, они будут сами течь от яда, тем самым будут падать по хп. То есть для них это будет даже хуже, чем они могли бы сами себе представить. Как-то так мы пробили. Давайте сразу защитим ненужные нам предметы. Польфтофор выдали серые. Для нас здесь полезно. В большинстве случаев идет так. С предметов идут те свеки, с которых света они сделаны. Следующие у нас будут щиты. Да, это щит с ним. Внимание? Симный щит. Это, наверное, хорошо, шикарно. Будем потом продолжать. Сильные щиты, теперь это у нас хорошие. У нас как раз зеленые щиты обновятся. У нас тут два зеленые щита. Мы будем их обновить. Нам нужно убавить себе посох на эту маду. А что дает баб абсолютно, что я имею в виду, представление? Баб получается здесь, которые представлены здесь. Вот, например, у посоха тут написано спелл, так называемая, сила магии, скорость и уклонение. Тем самым вот эти характеристики чуть-чуть увеличиваются с каждым уровнем посоха. Поэтому как-то так. Не, ну щит, конечно, шикарная вещь, его нужно будет выбить. Он квестовый. Просто выглядит прикольно. Поэтому ему нужно будет выбить. Ну, а кофе так приятно. На самом деле, можно бахаться бахами, обмазываться. Просто выбить баху не сложно. Ну, а вот, что-то со мной гваху. Гваху не нужно взять, и собственно. Ну, это просто из примеров, которые у нас есть, например, на фоне авокады. На рефлексии. Как мы на силу, мы на ваку. На рефлексии. Как мы на силу, мы на ваку. На рефлексии. Собственно, вот еще у нас будет криво. Шанс можно бахнуть на 5 боев. То есть, вы понимаете, насколько эффективно этот баф? Но опять же, баф идет на одного персонажа. То есть, вы кидаете, и вам нужно очень много баф. Ладно. На этом мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.